В таком одеянии по улицам города нельзя пройти незамеченным. Иностранного гостя зовут Диваньянг. В Уссурийске он остановился всего на пару дней, чтобы рассказать всем желающим о своём увлечении. Вы выглядите довольно экзотично для нашего города. Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Моя работа – учить йоги, медитации и философии. Я был выпускником математического факультета. Сегодня я учитель, монах, путешествующий по миру. Логическое мышление и аналитический ум не помешали студенту увлечься совершенно противоположным занятием. Постепенно йога стала смыслом жизни, а Диваньянг превратился в учителя. Молодой человек практикует каждый день на протяжении 15 лет. Большую часть времени посвящает медитации. Очень много пользы от занятий йогой. Это сделает вас спокойнее, избавит от стресса, улучшит память, сбалансирует работу гормональной системы, гармонизирует эмоциональное состояние. Часто говоря о йоге, мы представляем себе немыслимые позы, выполнить которые под силу очень сильному и гибкому человеку. Диваньянг считает, что даже самые простые асаны помогут поддержать хорошее самочувствие. Может быть, в современном мире мы понимаем здоровье как отсутствие болезней, но это не одно и то же. Здоровье – значит счастье, хорошая жизнь. У вас, может быть, и нет никаких болезней, но внутри у вас будет зависть и злоба, а это уже нездоровый человек. По мнению учителя из Соединённых Штатов, практика даёт исключительную возможность поправить здоровье. Однако это не цель. Настоящая суть йоги в том, что она помогает жить полноценной настоящей жизнью. Екатерина Гриб, Антон Войцеховский, Телемикс.